День за днём Удачи вам! И чтобы те события, ЧС, как называют их, обходили вас стороной Пожарные Десногорска отметили свой профессиональный праздник Мы все нормальные ребята, все молодцы, спортивные Подведены итоги президентских состязаний Классно, мне понравилось Я очень удивлён, что я занял первое место Международный турнир подзюдо в Десногорске В преддверии Дня Победы рядом с Домом детского творчества Прошла акция по высадке молодых деревьев Кто принимал участие в этом благородном деле, смотрите в сюжете Почётными гостями мероприятия стали ветеран педагогического труда Нина Попова Председатель Десногорского городского совета ветеранов Игорь Журавлёв Эта акция очень-очень нужна не только нам, но и тем, кто ещё жив после войны Напоминаю, что у нас в городе осталось всего 9 ветеранов Великой Отечественной войны Хотелось бы, чтобы эта наша память осталась на очень-очень долго Придут поколения, деревья, допустим, вырастут, постареют Придут другие люди, другие дети И они высадят новую партию деревьев И так останется память о наших любимых, уважаемых ветеранах Великой Отечественной войны 3 мая в акции приняли участие воспитанники Домотворчества, Детской художественной школы и Десногорского энергетического колледжа Лес Победы – российский экологопатриотический проект по высадке именных деревьев в память о ветеранах Великой Отечественной войны Проект придуман и инициирован председателем Совета общественной и лесной инспекции «Зелёный патруль» Московской области Игорем Маховым и реализуется с 9 мая 2014 года Высадки деревьев в этот день вместе с детьми и педагогами приняли участие и родственники ветеранов Именное дерево Василию Оргову посадили сын, внук и правнук Я посадил дерево своему дедушке Орлову Василию Прокопьевичу А вместе со мной сажал его сын Орлов Алексей Васильевич В 1941 году его отец ушёл из дома и больше он его не видел Очень хорошая акция, мне очень нравится, потому что это память наших дедов И будут помнить наши внуки, правнуки В этот день ещё 9 рябинок саженцев во дворе домотворчества увековечили память героев-земляков Которые внесли огромный вклад в освобождение нашей страны от врага А значит, что память об их подвиге будет жить вечно Медико-санитарная часть Десногорска объявляет конкурс на создание собственной эмблемы Проект можно изобразить на бумаге или с помощью компьютерной графики Конкурс пройдёт до 30 июля текущего года Телефон для более подробной информации 7-22-38 30 апреля – День пожарной охраны России Эта государственная служба была создана по указу президента в 2001 году А через 4 года её передали в состав МЧС России На сегодня это самооперативная служба по оказанию экстренной помощи 28 апреля в городском центре досуга сотрудники Десногорского пожарного гарнизона отметили свой профессиональный праздник С праздником Десногорских огнеборцев поздравили глава города временно исполняющий обязанности заместителя директора Смоленской АЭС и депутаты Дорогие ветераны и сотрудники пожарной охраны Сердечно поздравляю вас с Днём пожарной охраны России Противопожарная служба – это мощная оперативная структура в составе МЧС России Она выполняет многочисленные и сложные задачи Благодаря мужеству, отваге и профессионализму Работников пожарной охраны сегодня мы уверены в своей безопасности Благодарю вас за ежедневный радный подвиг За мужество и преданность в профессии Спасибо вам за ваш нелёгкий, но очень важный и благородный труд Вы наравне с работниками Смоленской атомной станции Обеспечиваете безопасность важного государственного объекта Смоленской атомной станции От ваших правильных, умелых и компетентных действий, знаний Зависит жизнь десногорцев Особо отличившихся наградили медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами Поздравить ныне действующий состав с праздником пришли и ветераны В этот торжественный день хотел бы поздравить особо, конечно, ветеранов Которые многие-многие года своей жизни отдали эти службы Несмотря на те тяжёлые времена, которые были и которые остаются Они продолжают, в принципе, все свои силы отдавать этому делу По возможности, естественно И для меня тяжело разделить ветеран и не ветеран Потому что всё, что вы делаете, я на сегодняшний день понимаю, знаю, вижу И, наверное, принимаю участие в каких-то делах Поэтому ещё раз, ну и себя, естественно, поздравляю с этим праздником Удачи вам! И чтобы те события, ЧС, как называют их, обходили вас стороной Противопожарная служба представляет собой надёжную, сплочённую армию профессионалов своего дела Даже в свой праздник люди этой отважной профессии несут боевое дежурство Ведь у трагедий нет расписания И, как правило, случаются они в тот момент, когда их совсем не ждёшь 27 апреля в Центре культуры и молодёжной политики состоялся спектакль Среди ребят из общества инвалидов Десногорска Геннадий Гриднев, Ирина Дударева, Валентина Вакулова, Анатолий Клевцов, Константин Тимченко Исполнили роли в спектакле Не было в зале зрителя, который в тот вечер оказался бы безразличным к происходящему на сцене Постановка называлась «Снег» Спектакль о том, как важно быть самим собой всегда и со всеми О том, что любовь сильнее обстоятельств А сейчас о спортивной жизни нашего города 27 апреля завершился муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований Президентские состязания Год от года его популярность растёт, а география расширяется Смоленская область активно принимает участие с момента их основания Как выступили юные десногорцы, мы расскажем в нашем сюжете В соревнованиях приняли участие четыре команды Школьникам предстояло продемонстрировать свою силу, ловкость и гибкость Ребята прыгали в длину, подтягивались на перекладине, отжимали пресс, бегали стометровку А самым непростым испытанием для них стал бег на один километр Я в общем по жизни стараюсь заниматься спортом Мне нравится это Ну и мне предложили, я подумала, зачем отказываться Я участвую во всех соревнованиях спортивного вида Потому что мне спорт близкий Я люблю заниматься спортом, я участвую во всех соревнованиях По футболу, волейболу, бегу Мы все нормальные ребята, все молодцы, спортивные Основные задачи президентских игр вовлечение в регулярные занятия спортом школьников Воспитание здорового и социально активного подрастающего поколения А также активизация борьбы с пагубными привычками среди молодёжи Главными в такого рода соревнованиях были и остаются дружба, сплочённость и командное стремление к победе В итоге упорной борьбы победила сборная 4-й школы Они представят Десногорск на региональном этапе в Смоленске, который пройдёт в середине мая Прошедшие выходные в Десногорске прошёл 23-й международный турнир под дзюдо среди юношей и девушек Посвящённый памяти мастера спорта Николая Савинича Николай Владимирович был руководителем спортивной секции по борьбе с самбо и дзюдо И первым директором Десногорской детско-юношеской спортивной школы На международный турнир под дзюдо из разных регионов страны и Белоруссии в Десногорск приехали более 200 спортсменов в возрасте до 15 лет Это уже 23-й турнир по счёту На соревнования приехали и мастера спорта международного класса, олимпийские чемпионы, призёры чемпионатов Европы Глава Десногорска Андрей Шубин поприветствовал участников масштабных соревнований Уважаемые спортсмены и организаторы, выражаю вам глубокую признательность за верность любимому делу, за спортивные достижения, успехи, за пропаганду здорового образа жизни Всего вам хорошего настроения на Татане, чтобы прошли все ваши бои без травм и пусть победит сильнейший Захват, короткий бросок и соперник прижат к матам Каждая схватка – настоящее испытание, требующее от спортсмена предельной собранности и концентрации Кока, юка, вазаари, ипан – заветные для всех дзюдоистов слова Это оценки за проведённые приёмы, ради выполнения которых они годами тренируются на борцовском ковре Схватка длится несколько минут За это время спортсмен должен провести эффективный бросок или удушающий приём Любое соревнование показывает именно работу спортсмена Считается, что спортсмен растёт не на тренировках, а на соревнованиях Поэтому чем больше соревнований, тем спортсмен становится сильнее А тем более, если это международное соревнование, тогда это ещё вдвойне больше пользы Первый раз в Лесногорске давно мечтали приехать сюда Тем более, что здесь работал мой тренер, внучкин Виктор Александрович Всё понравилось, всё хорошо Собрали все свои, и народу немного, чтобы именно пробороться для детей, очень большая, хорошая возможность То есть организаторы очень классно тут, ну всё сделали Вообще российское дзюдо сейчас на взлёте То есть, ну, очень много ярких спортсменов появилось, я не знаю, с чем связано Вот прорыв такой пошёл, что, ну, в диву даёшься Если раньше, как бы, россиян боялись, да, вот, они выходят, как бы, очень хорошие, ну, были борцы То сейчас их, ну, не то что боятся, мне кажется, их просто, ну, я не знаю, под ковёр, наверное, залезают Когда вот, ну, видят, что россиянин Главная ценность турнира заключается в том, что дети получают бесценный боевой опыт Ну, классно, мне понравилось Я очень удивлён, что я занял первое место Такого масштаба соревнования удалось провести при поддержке Росатома Призёры и победители были награждены грамотами, медалями и кубками Дзюдо – это не просто хорошее здоровье, сильные мышцы Дзюдо – это ещё благородство, толерантность и помощь товарищам Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня с этими и другими событиями Вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала DisneyDeficeTV.ru Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания